МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире программа Вести Рязань в студии Юлия Телятникова. Смотрите в этом выпуске. В селе Октябрьское продолжает разворачиваться экологическая катастрофа. Кто отравил водную артерию Пронского района? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьных автобусов хватит на всех. В каких районах обновился автопарк? Последние приготовления. Ранцы собраны, форма отглажена. Осталось выбрать букет учителям. Такие цветы популярны в этом году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители поселка Октябрьский Пронского района проводят собственное расследование. Они пытаются найти источник загрязнения реки Керц. Экологическая катастрофа, напомню, произошла там в конце июля. Вода стала молочно-белой и приобрела химический запах. А вся рыба погибла. Что люди смогли выяснить собственными силами, узнала Анастасия Захарова. Тошнотворный запах разложения. По ночам он проникает в каждый сельский дом, приносит ветром с берегов Керди. Вода молочно-белого цвета, на дне осадок. Родники, их в этом месте с десяток, не справляются с функцией очистки. Вот она, граница живой и мертвой воды. С каждым днем смещается все ближе к роднику, из которого местные по-прежнему берут питьевую воду. Другого источника у них попросту нет. Из водопроводных кранов в Октябрьском течет вот такая ржавая субстанция. Не напиться, не помыться. Керть до сей поры была спасением. Теперь пытаются спасти ее. Было видно дно, на любой глубине, каждый камешек. Пискари водились, раки водились. Раков было вообще там. Уже несчетное количество. Эти кадры сняли местные жители. Две недели назад косяки рыб стремились к роднику, пытаясь выжить. Запах появился с самого начала. Сильный, достаточно химический. Рыба стояла возле родников косяками. Прямо она приходила и поднималась на поверхность, хватало воздух буртом. Такое-то ненормально. Вот по реке, соответственно, плыла как головешки. Вот они плывут, как бревна. Рыба теперь гниет на дне. Отравленные воды через 12 километров попадают в проню. Местные власти обратились в Росприроднадзор, Росрыболовство, природоохранную прокуратуру и Минприроды. Две недели разбирательств привели к тому, что в неопределенных сбросах улечили коровинское предприятие Биофармкомбинат. Между тем местные жители организовали собственное расследование. Они прошли вдоль Керди и ее притока Амшанки, вплоть до предприятия. Вблизи него по берегам еще встречаются рыбаки, которые указали, откуда именно начинается участок, где больше нечего ловить. Там есть еще одно предприятие, которое выращивает газонную траву. От них она почему-то черная течет. До них белая, а там черная течет. Вот непонятно кому принадлежащая насосная установка. Рядом сельскохозяйственные поля. На этом участке вода становится черной. Если взбаламутить осадок, появляется запах канализации. Первоначальные экспертизы показали многократное превышение концентрации аммония в воде. Это может быть как след удобрений. Сульфат аммония активно используется при выращивании газонной травы. Так и отходы фармпроизводства. А может быть результатом массовой гибели живности. Кто виноват в ЧП? Это первый вопрос, который волнует местных жителей. Но есть еще один. Как вернуть реку Керть к жизни? Анастасия Захарова, Александр Бредихин. Вести. Рязань. С 1 октября 2019 года школьные автобусы, которые эксплуатируются больше 10 лет, не смогут выйти на маршрут. Российское правительство ужесточило правила перевозки детей. Это значит, что в будущем году школьный автопарк региона ждет серьезная реорганизация. По данным областного, Минобразование 3 школьных автобуса в регионе довольно старые. Эксплуатируются уже 16 лет. Тем не менее, в этом году они выйдут на линию. Сейчас все машины готовят к новому учебному году. Всего их 309. Парк обновляется ежегодно, но не быстрыми темпами. За счет средств областного бюджета к 1 сентября будут куплены 2 новых школьных автобуса, 2 новых базика. Это для Спасского района и для Шиловского района. В Шиловском районе Лисновская средняя школа. В Спасском районе городковическая средняя школа. Завтра в стране будут отмечать День знаний. Эксперты подсчитали, что в среднем на подготовку ребенка к школе родители потратили 20 тысяч рублей. Одна из обязательных статей в бюджете – букет для учителя. Откуда пришла эта традиция и что сейчас предлагает цветочный рынок, расскажет Елена Макарова. Злата решает свою первую школьную задачу. Какой букет выбрать, чтобы он обрадовал не только учителя, но и на фотографиях с первосентябрьской линейки смотрелся красиво. После недолгих раздумий и примерок выбор сделан. Я хочу себе гербера. Мама решение дочки поддерживает. Говорит, первый класс – это память на всю жизнь. И ничто, кроме цветов, не может создать подлинного настроения праздника. Они поднимают настроение. Это красота. Мне кажется, цветы ничего не заменят. Первосентябрьский букет учителю – традиция исключительно русская, но не такая давняя, как может показаться. Первые праздничные букеты, белые банты, фартуки и другие атрибуты праздника появились в 50-х. Официально же 1 сентября стало государственным праздником лишь в 1984 году, закрепив народную традицию. С тех пор цветы – неизменный символ любви учеников к своим педагогам. В последние дни лета флористы сдают своеобразные экзамены мастерства, стараясь каждое 1 сентября сделать неповторимым, создавая уникальную палитру цвета и образов. Ягода калины очень интересная по фактуре получилась и по зелени. То есть уже видно красные листочки, которые ассоциируются нас с осенью. Еще немножечко лета, которые беззаботные, наверное, для детей. Ну вот он такой вот солнечный, красивый. Если говорить про девочек, то у девочек это букеты более в нежных тонах. Ягодки-ежевики, злаковые культуры – это все как бы ассоциируются нас с осенью. Растрепанные и слегка небрежные, как мысли малышей, после долгих летних каникул. Такими видят идеальные первосентябрьские букеты флористы в этом году. При этом модный тренд на сезонные фактуры помогает снизить себе стоимость букета, рассказывают специалисты. Не секрет, что поднимаются цены закупочные у нас, немножко поднимаются цены на цветы. И мастерство и талант наших флористов позволяет, невзирая на это, делать совсем недорогие букеты, шикарные. По подсчетам экспертов, в среднем за букет в этом году родителям придется отдать около 1000 рублей. В столице на 30% больше, поэтому все больше популярностью пользуются коллективные букеты и композиции, когда, например, весь класс складывается и дарит учителю или директору один большой букет. И родителям выгодно, и учителю не нужно голову ломать, куда поставить 30 подаренных букетов. Пиановидные розы, сортовые, невероятная красота и гвоздика голубая. 1 сентября хоть и ежегодный праздник, но каждый раз неповторимо. А вот с каким настроением его встретить – ярким, пестрым или, по-синему, задумчивым – каждый выбирает сам. Главное – не забыть украсить его улыбкой. Елена Макарова, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. А вот семье Иншаковых из Пронского района в день зданий понадобится целых восемь букетов. Именно столько детей пойдут завтра в школу. Пока купили не все принадлежности, признается мама. Но и это упущение обещает исправить в ближайшее время. Анастасия Захарова познакомилась с большой сельской семьей. С порога видно, что это не просто большая, а очень большая семья. Хозяева велосипедов на заднем дворе все в работе. Хозяйство тоже не маленькое. Пока старший в птиченьке Саша увидел, что поилка поросят пуста. Ликвидировал недочет. Сестра Ксюша в поле пошла проведать бычков. У каждого своя зона ответственности. Пять своих, семеро приемных, итого 12 родных душ. На редкость смешливая мама Оксана теряет улыбку только раз за время разговора. Когда речь заходит о том, как решилась усыновить сестер и братьев Оксеновых. Дарья крестница моего мужа, а Саша крестница их матери. Мы дружили с семьями. Тут случилась такая беда, что мама их не запила. Они попали в приют. Но мы с мужем решили забрать крестницу и вошню. Пошли в опеку. А нам сказали, берете всех, тогда так не разлучаем. Ну вот так и решили взять сразу всех, куда деваться. Всех семерых ребятишек. Улыбка снова возвращается в ее взгляд и откликается детским смехом. Вот мой портфель. Портфель внушительный. Сам выбирал. Матвей уже второклассник. Какой предмет-то интересный? Кораблик. Только самая старшая в этом году уедет в институт. Мария будет учителем. Остальные остаются дома. Школьников в семье восемь. Готовиться к новому учебному году начали в конце старого. То есть в мае. Ведь разом все не укупишь на восьмерых. Мне купили штаны в школу, туфли, кроссовки. А у меня форма с того года, она мне еще как раз. Я не росту, я маленький человек. Не докупили в детский сад. От школьников уже практически все есть. Нет, не хватает одного дневника. Никак найти не могут. Они по своей душе, какой им нравится. Да, они уже выбирают, что им надо. Уже получены книги и даже упакованы в рюкзаке Мерить форму школьники категорически отказались. Еще надоест. Знойная Марьева уходящего лета манит на улицу. У них в запасе остался целый день каникул. Анастасия Захарова, Александр Бредихин, Вести, Рязань. В Рязанской области стартовала прививочная кампания от гриппа. В этом году планируют привить не менее 45% населения. Это более 425 тысяч человек. Вакцинация повысит не только личный, но и коллективный иммунитет. Уже получено почти 150 тысяч доз вакцины. Она отечественного производства и ее штаммовый состав соответствуют всем рекомендациям ВОЗ. В обновленный состав включены вирусы, которые будут актуальны в будущем сезоне. Бесплатно прививаются дети дошкольного и школьного возраста, медработники, учителя, беременные женщины и лица с ослабленным здоровьем. Также Роспотребнадзор рекомендует работодателям закупить вакцину, ведь экономическая выгода от прививок очевидна. Работники не будут уходить на больничный. Более 12,5 тысяч рязанцев попали в список временно невыездных. Именно столько. Постановление об ограничении на выезд за границу вынесли судебные приставы с начала года. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в 2017-м. По закону выезд за рубеж запрещен гражданам, которые накопили долгов более чем на 10 тысяч рублей. Всего за 7 месяцев рязанцы погасили задолженности на общую сумму более 65,5 миллионов рублей. Увидеть субботник на Рязанской ГРЭС, озарение вечера, дождливый май или натюрморт с баклажанами можно в областном музее. Там открылась выставка к столетию Рязанского художественного училища имени Вагнера. Все авторы – преподаватели, которые работали в училище с момента его основания до наших дней. Алена Савельева увидела работу мастеров. Вся жизнь училища в картинах его преподавателей. За свою столетнюю историю Рязанское художественное училище знало периоды подъема и застоя, которые были напрямую связаны с изменениями в педагогическом составе. Эта выставка – очень важный итог, можно сказать. Очень важное событие. Потому что здесь все преподаватели с самого начала основания училища. Здесь есть работа даже самого Вагнера. То есть это такой подарок художественному музею, художественному училищу. Именно такой знаменательный датчик. Среди работ – примеры творчества ведущих учителей. Черкова, Мешкова, Малявина. Но основное внимание все же к Георгию Вагнеру. Для экспозиции выбрали работы, созданные во время преподавания. Георгий Карлович Вагнер – это такое связующее звено между музеем и училищем. Он учился в училище, преподавал там и одновременно работал в Рязанском художественном музее. Так что очень много связей, очень много разных интересных параллелей, которые мы, как могли, в рамках наших сегодняшних возможностей постарались отследить. Около полусотни произведений позволяют проследить все основные этапы развития учебного заведения. В состав представленных работ вошли не только экспонированные на всероссийских выставках, но и зарисовки и этюды маститых художников, которые они делали для себя. Мы постарались отобрать те, где есть портреты тех же преподавателей училища в каких-то определенных ситуациях. Можно увидеть за шахматами преподавателей училища, можно увидеть пленэр в художественном училище. Все работы выполнены в разных техниках, в тех, в которых работали художники. А сама экспозиция не постоянно. Она будет меняться, а значит каждый раз зрители смогут увидеть обновленную выставку. Алена Савельева, Александр Бредихин, Вести Рязань. И на этом у меня все. Следующий выпуск программы Вести Рязань выйдет в эфир в 14.40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По данным Гидрометцентра России, сегодня 31 августа ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба будет расти. Температура воздуха по области плюс 24-26, в Рязани 25-27 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова